В Наринмаре выбрали победителей конкурса на лучшее новогоднее украшение помещений и прилегающей территории среди организации общественного питания, бытового обслуживания и торговли. Кто стал победителем, знает Александра Литкова. Еловые шишки, офисная бумага, фетр, нитки и пенопласт. Чтобы украсить помещение к новому году, в ход идут любые подручные средства. Готовыми гирляндами из магазинов сейчас никого не удивишь, а изделия, выполненные своими руками, оцениваются намного выше. Светлана Миклина свой салон красоты начала украшать еще за месяц до праздников. Говорит, на победу в конкурсе не рассчитывала. Готовились к конкурсу мы тщательно, с удовольствием. Использовали материал самый разный. И природный материал использовали, что-то покупали в магазинах. Все своими руками практически сделано. И буквально за пару, за три-два дня вот так вот. Второе место заслуженно досталось семейному кафе. Индивидуальный предприниматель Надежда Самойлова увлекается вязанием. Поэтому конкурсу, в котором также участвуют впервые, связала главных символов праздника Деда Мороза и Снегурочку, а также бычка. Мы решили участвовать в этом году, чтобы создать атмосферу для наших посетителей, показать, что можно своими руками изготовить атрибуты, украшения. Как признаются конкурсанты, самым сложным было сделать снежную фигуру, которая была обязательной для участия. В этом году очень мало снега, поэтому с этим вопросом были трудности. Но мы все-таки собрали весь снег с Наринмара. Ведра набрали воды. Снег не лепился совсем. Он был как рассыпчатый песок. Поэтому набрали бедра воды. Туда бедра засыпали снег, с водой перемешивали и скатывали таким образом такие шарики, чтобы получился наш снеговик. Магазин бытовых товаров стал третьим победителем конкурса. Здесь к украшению помещений подошли по-своему и предложили поучаствовать в нем и своих покупателей. В начале декабря мы объявили такую акцию. Называлась она «Снежинки красоты». Все участники приносили свои снежинки, сделанные своими руками. И мы благодарили их масочками тканевыми, нашими бронзированной продукцией. Конкурс по новогоднему украшению среди организаций торговли, бытового обслуживания и общественного питания проводится администрацией Наринмара восьмой раз. Количество участников растет из года в год, а сами украшения становятся оригинальнее. Поэтому и победителей выбрать непросто. Комиссия оценивала по прилегающей территории, по световому оформлению, по каким-то еще определенным декорам, которые были выставлены за пределы помещения. Также оценивалось само помещение и украшение помещения. Оценивались ценники новогодней тематики, прескуранты, одежда. Это очень сильно поддерживается, что была одежда у предпринимателей именно в новогодней тематике. Победители получили гранты на развитие бизнеса от 20 до 50 тысяч рублей. Остальные участники – сувениры и благодарственные письма. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Субтитры создавал DimaTorzok